В студии этот апрель, последний апрельский день, Анна Шабадал и Дмитрий Соловьенов, здравствуйте. Ну что же, мы продолжаем. В преддверии майских праздников во всем городе проводят субботники. Апрель традиционное время наведения чистоты и порядка, а субботники добрая традиция, объединяющая поколение. Как проходит уборка в Центральном районе, узнаем у гостя. У нас сегодня в студии Виктор Ереклинцев, глава Центрального района Челябинска. Виктор Александрович, доброе утро. Расскажите, как вы оцениваете на данный момент вообще работу по уборке? Ну, идет все по плану, традиционно. На сегодняшний день порядка 70% территории Центрального района приведено в порядок. Это в основном гостевые маршруты, фасадная часть, ну и большая часть дворов, безусловно. Кто принимает участие все-таки? Это управляющие компании, предприятия? Кто за это ответственность несет? Ну, полностью регулируем, контролируем, координируем эту работу мы, администрация Центрального района. Принимают участие практически все организации, промышленные предприятия. Это как-то в принудительном идет формате? Нет, ну, во-первых, у нас есть правила благоустройства, да, у каждой организации есть своя прилегающая территория, которую они обязаны содержать, во-первых, круглогодично, да, и непосредственно весной, когда сходит снег, что, чтобы грехотеть, мы живем в большом городе, когда мы видим, так сказать, продукты жизнедеятельности, которые там остаются под снегом в течение зимы. Естественно, как бы это такой актуальный момент, когда весной нужно приводить город в порядок, поэтому практически все организации принимают участие. Управляющие компании, понятно, закрепленные за ними дворы. Ну, на сегодняшний день в субботниках приняло порядка 500 организаций, 13 тысяч человек. На свалку вывезено порядка 2,5 тысяч кубометров мусора. Вот, кстати, про мусор, да, Дим? Нет, я хотел такой вопрос спросить. Недавно наблюдал такую картину «Шел снег», а люди продолжали убираться. Погода вообще не мешает субботникам? Я тоже вчера наблюдала эту картину. Безусловно, погода вносит свои коррективы. У нас по плану существуют, так скажем, массовые выходы, дни массового выхода, но иногда приходится переносить, менять график. Но по большому счету, мы уже вычислили, что на то, чтобы привести в порядок город, нужно полных 30 календарных дней. То есть это с 1 апреля и где-то до 1 июня. Понятно, выходные, погодные условия, праздники. И, соответственно, вот эти 30 календарных дней, этого вполне достаточно, чтобы полностью на 100% нанести в порядок. Город привести в чистоте. Виктор Александрович, скажите, мы успели за этот месяц убраться к первомайским праздникам? Первомайским праздникам, безусловно, это гостевые маршруты, фасадная часть. Все в чистоте, да? Все в чистоте. Более того, в скверах, это прежде всего там, где у нас мемориальные комплексы, Вечный Огонь, Сквер 20-летие Победы. Мы также еще проводим косметический ремен, это покраска урн, скамеек. Ну и традиционно на Вечном Огне и около танкиста мы высаживаем первыми цветочные кломбы. То есть 9 мая у нас там будут еще и цветочные кломбы. И вот такой еще интересный вопрос. Все-таки вот эти пакеты с мусором, очень насущная, мне кажется, тема. Неоднократно мы уже ее озвучили. Ну да, да. Куда вообще они потом вывозятся? Что происходит с мусором? Кто ответственен за это движение? И если они не вывозятся, то же номер телефона куда обращаться? Да. Вот то, что касается дворов, это в чистом виде ответственность управляющих компаний. И жители сейчас наблюдают, и мы видим эту проблему, скопление достаточно большого количества мусора на контейнерных площадках. Причем не только же это мешки, да, там и крупногабаритный мусор, это еще идет опиловка и уборка порослей, и ветки тоже складываются. То есть это в чистом виде ответственность рекоператора и управляющих компаний. Они здесь должны этим заниматься. То, что касается общественных мест, фасадной части, это ответственность нашей администрации района. У нас заключен контракт, подрядчик работает по графику, по плану. Более того, мы, естественно, в ежедневном режиме отслеживаем территорию, потому что получается иногда, что наш подрядчик по графику, особенно в день массового выхода, убрал территорию. Ну, какие-то небольшие организации там прибрали свою территорию, два, три, там, может, десять мешков выставили. И нас не предупредили, либо мы об этом не знаем, но в течение одного-двух дней мы, конечно, все это вывозим. Полностью все вывозится на свалку Наполетаево. Спасибо вам огромное. Ну что же, первомайским праздником мы готовы. И это хорошо. Напомню, что у нас сегодня в студии был Виктор Ереклинцев, глава центрального района Челябинска. А мы продолжаем. И напоминаем, что завтра у всех выходной мы встречаем праздник первого мая, праздник весны. А вот как его праздновали у нас в Челябинске в 70-е годы, узнаем в сюжете Юлии Савосиной.